Друзья, всем привет! Сегодня я хотел вам рассказать о бесплатной доставке в Яндекс.Маркете. Сам Яндекс.Маркет кричит о том, что заказ, если у вас заказ от 3 500, то вы можете получить бесплатную доставку. Но, я так понимаю, это в каждом регионе по-разному. Кстати, в Москве, вот у меня был по ошибке сейчас регион Москва, и доставка была бесплатной. Ну, как только выбрал я Великий Новгород, я хочу вот купить жесткий диск на 2 терабайта. Это, соответственно, пункт выдачи, либо курьер, это уже 800 рублей. Но, кто-то скажет, да ты что, дурак, пункт выдачи ты выбираешь, нежели чем курьер. Да, я выбираю пункт выдачи, потому что это в триллион раз удобнее теперь, чем курьер. Почему? Потому что курьер приезжает с 8 часов, с 9 часов утра до 9 вечера, когда хочет. И зачастую он везет где-то к вечеру. То есть, сидеть весь день дома и ждать его, это немного стрессово, чем нежели просто съездить здесь по соседству, в пункт выдачи и забрать заказ. Теперь, теперь вот так вот плохо возят, привозят вечером, иногда даже не успевают развести. Я об этом и рассказывал. Не успевают развести все товары курьеры и переносят сами на следующий день. Либо ждешь-ждешь, ты целый день смотришь уже почти в 8 или в 9, думаешь, ну пойду по делам, а он как раз в это время приезжает. Ну ладно, друзья. Значит, смотрите следующее про доставку. У меня доставка, еще раз повторяю, Великий Новгород, это 200 километров примерно от Питера и 600 километров примерно, 500 с лишним, 570 километров от Москвы. Доставка 800 рублей. Вот, это плохо, это печально, это никак нельзя избежать этого уже давно. Мне бесплатная доставка в Великий Новгород будет от 10 тысяч рублей. Вот, больше 10 тысяч рублей и доставка бесплатна. Получаю, распишись. То есть, если я раньше постоянно покупал на Яндекс.Маркете что-либо, потому что доставка была бесплатной, либо там, по-моему, от 700 или 800 рублей доставка бесплатная, я покупал абсолютно все, постоянно, то теперь я вообще не постоянно покупаю. А покупаю, в общем-то, сейчас только по причине того, что у меня накопились 950 баллов, которыми я, по сути, и могу расплатиться за вот эту доставку. Вот, Яндекс.Плюс баллов. Вот так вот. Теперь, что касается, друзья, значит, вот чего. Я добавил в один заказ до этого еще насос за 500 рублей. Так вот, друзья, за доставку насоса, помимо вот этого, вот этих 800 рублей, они потребовали с меня еще 400 рублей за доставку насоса, который стоит 500 рублей. Как вам такое? Как тебе такое, Илон Масс? Хотя это все в одном заказе, просто нажимаете, вот, оформить, два товара в корзине, нажимаете оформить, и, соответственно, на один заказ у меня вот на этот 800 и 400, то есть 1200 рублей за заказ. Ребята, вы действительно понимаете, как живет регион, что вы действительно понимаете, верно, регионы, потому что регионам отдать просто так 1200 за один, по сути, заказ, ну, за два товара в одном заказе, просто отдать 1200, это весьма проблематично, ну, как бы так сказать. Ну, вот, но Яндекс, Яндекс, я уже понял, диалог с пользователями происходит вот так вот, никак, просто никак, они просто игнорируют, им на все плевать, просто конкретно. Ну, и хорошо, потому что я резко сократил лично, я думаю, другие, теперь, как только видят заказ за доставку 800 рублей, они скажут, окей, купим где-нибудь еще, и вот только еще раз повторяю, из-за того, что у меня накопились Яндекс плюс баллы на 950 рублей, я делаю вот заказ. Хорошо, друзья, вот я рассказывал вам все, что знаю, по крайней мере, с точки зрения Великого Новгорода, клиента в Великом Новгороде. Но Яндекс.Маркет уничтожает свои продукты, уничтожал, уничтожает и продолжает уничтожать свои продукты. Для чего он это делает, никто не знает. Всем пока, до свидания.